О новых вызовах и возможностях современности, о том, как наша республика готова реагировать на глобальные тренды, поговорим с гостем в студии, председателем управления Института экономических исследований Ерлеком Акаражан. Доброе утро. Ерлек Нариманула. Доброе утро. Спасибо, что нашли. Доброе утро. Доброе утро. Да. Ерлек Нариманула. Насколько мне известно, Казахстанским институтом экономических исследований специально для форума аналитический обзор Казахстана и глобальный мир выделили возможности. Вот на фоне замедления тем вопросом работы, как будут развиваться события в нашей республике? Как вы хотите? Спасибо большое за вопрос. Действительно, мы сделали большую работу с участием сотрудников самого Института экономических исследований, а также мы привлекли международных наших экспертов. Действительно, очень много рисков, неопределенностей, которые происходят в мировой экономике. И наша страна в этой связи сделает очень правильные и мудрые решения, когда организовывают такие мероприятия, как Астанинский экономический форум. Плюс, что мы имеем возможность в диалоге, в сотрудничестве, в контакте с мировыми экономистами обсудить то, что можно сделать для нашей страны. В этой связи, те вещи, которые мы предложили, заключались в том, что мы сделали небольшое домашнее задание, с тем, чтобы наши коллеги, гости, те, кто придут в форум, могли уже с каким-то материалом выходить на дискуссии и обсуждать их. Мы видим, что есть определенные окта возможностей, которые есть у Казахстана. Это, в принципе, дискуссионные вещи, которые позволяют, наверное, нам рассчитывать на более удачные показатели экономического нашего роста в сравнении с другими странами. Для того, чтобы получилось, в текущий момент мы можем уже позитивно похвастаться, скажем так, что в сравнении с нашими соседями Казахстан все-таки дает позитивные цифры, но это еще не предел. Мы можем больше. И как раз на Астанинском форуме экономическом мы можем эти вещи обсудить. Ну, понятно, что цифровизация у нас залог успешного развития ряда секторов экономики, да, Эрлит? Ну, как быть с людьми, с кадрами, у которых заменили роботы? Не получится ли так, что цифровизация напрямую будет влиять на рост числа безработных? Есть такие опасения. Они всегда присутствовали, всегда, когда обсуждались технологические. Новшества, изменения в жизни. Ну, всегда на это есть определенный ответ, что жизнь расставляет все на свои места. Мы сегодня уже живем в новых технологиях. Сейчас я в живом эфире, да, вещая из Конгресс-центра к вам в студию. Это один из показателей. Коммуникации улучшаются, эффективность лучше. И на самом деле появляются новые возможности, новые профессии. На замену тех, которые теряются, да, и заменяются новыми технологиями, приходят новые идеи. Человек в этом смысле никогда не потеряется. Улучшается просто эффективность наших коммуникаций и появляется... Да, да. Вот как в таком случае должен решаться вопрос? При подготовке кадров, например, да? Или каким-то другим способом? Очень правильно. Здесь важно понимать тенденции. Да, любой из нас, родитель, когда он думает о том и предлагает что-то своему ребенку, он должен понимать, что на самом деле есть определенные тенденции, и что через 10 лет действительно мир поменяется. И он уже меняется. И в этой связи надо просто эти тенденции отслеживать. В рамках Астанинского экономического форума мы будем изучать вопросы как раз-таки человеческого капитала, технологического прогресса, урбанизации, вопросы демографии, глобальных трендов. В этой связи в самом центре находится у нас человек. Естественно, понять его компетенции и возможности – это то, что мы можем прежде всего предложить. И я думаю, что здесь основной аспект заключается как раз в этом. Куда мы движемся и где будет востребованность? Человек никуда не денется. Его творческий потенциал, его духовные ценности – они всегда будут в цене. Мы очень надеемся на это. Как бы Вы оценили влияние процесса евразийской интеграции на создание комфортного бизнес-климата в странах, в частницах ЕАЭС и в целом нашей республики? В этом году по разному 25 лет этой инициативе, которую продвинул наш Ельбасе, первый президент Казахстана, Нарсан Абиш Назарбаев. Это важное событие, оно также будет отмечено здесь в рамках Астанинского экономического форума. Будут обсуждаться как раз такие вопросы сотрудничества, объединения и партнерства. Потому что действительно сейчас, если мы вспомним то, что было ранее, всегда говорили о глобализации, которая размывает границы, то многие уже от этой глобализации ведут несколько и какие-то вызовы. И некоторые государства все-таки предпочитают создавать какие-то региональные объединения. Для Казахстана это предполагает возможность сотрудничества, улучшения торговых отношений с нашими крупными соседями. Во-первых, это российский рынок, с которым мы уже очень хорошо интегрированы. Действительно, взаимодействие очень-очень серьезное, много инвестиций взаимных. Ну, также есть другие наши соседи, да, это Центральная Азия прежде всего. С теми, с кем мы ближе, по крови, наверное, по истории, а также и большой рынок Китая. Причем Китай для нас должен быть рассматриваться как регион потенциальный инвестор в нашу страну, но и важный аспект – это вопрос экспорта. Поэтому такие вот инициативы, которые позволяют, наверное, улучшить конкурентоспособность нашего производства, нашей экономики, с одной стороны, с другой стороны, они раскрывают возможности. Возможности для того, чтобы наша экономика могла куда-то вложить больше средств и обеспечить спросом, и, прошу прощения, предложением ответить на спрос от наших крупных соседей, прежде всего Китая. Здесь очень много интересных вещей. Например, есть очень любопытная инициатива, которая сейчас называется «Один пояс, один путь». Это инициатива, ассоциирована с Китаем. В рамках нее, она уже практически считается глобальной инициативой, в рамках нее происходит очень много интересных развитий. Одно из них – это 51 проект, который уже реализуется в Казахстане с китайским участием. Это долгостоящие инвестиции. И вопрос заключается не в том, что это делается только в интересах двух стран. Это делается и в интересах всего региона. Как раз-таки, возвращаясь к теме ЕАЭС, точно так же у нас объединяют стандарты, мы изучаем соседей, понимаем, что они хотят. Соответственно, надеемся, что будем развивать нашу инфраструктуру, нашу экономику в соответствии с этими нуждами. Думаю, что вот такие интеграционные процессы, они всем нам помогут. Они выстраивают более эффективные вопросы торговли, экономических отношений. И я думаю, что те вещи, которые будут здесь обсуждаться, на форуме, они нам позволят выстроить еще более эффективную политику. Я благодарю вас за мнение, я благодарю за беседу. С нами беседовал в связи был председатель правления Института экономических исследований Ярлик Каража.